МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наливай, кранется в двери Новый год А давай с тобой поверим в Новый год А давайте, люди, сильно так его полюбим И взаимностью ответят Новый год Новый год, Новый год Елки по городу мчат за счастье Разносят людям елки О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем Елки по городу мчат за счастье Разносят людям елки О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем Витаю, дорогие мои друзья, в эфире передача Вернення у минуле Исповедями тюристки номер два Мабуть, так треба назвати цю программу Яка основная идея программы? Закінчився 2019 рік Важкий, поганий, будь-який, але хороший, тому що ми жили в цьому році Почався 2020 рік І дуже хочеться десь взять те добре і те хороше, яке було в минулому році Перенести його в наш нинішній рік І для цього нам потрібно все ж таки осмислити, що було хорошого, що було в нашому 2019 році Передача плюс і мінус уже має значний відлік часу І вже п'ять років, як ми, ще буквально залишилось десь пару тижнів І ми будемо святкувати своє п'ятиріччя саме тут, на студії, в Медіаінформі Але взагалі, якщо говорити про передачу плюс і мінус, вона почала ще працювати з 2011 року Не хочу повертатися в 2011, це було дуже добре, ми були трошки молодше, було трошки цікавіше Але я нічого не можу сказати, цей рік, він знаковий І я вважаю, що саме 2020 рік буде тим роком, який принесе нам добро, який принесе нам свободу Який принесе нам просто хороше, нормальне життя І давайте трошечки зупинимося на наших частинках життя, які проходили саме на нашій передачі Плюс і мінус Ви пам'ятаєте, що рубрики у нас були цікаві Взагалі-то національна безпека країни – це те основне питання, яке було у нас І рубрики, які ми ставили для себе, починалися «Наше здоров'я», «Аграрії на передовій», «Освіта», «Наука», «Екологія» І ці питання, які були з ним, і ще потім дуже такою яркою зіркою зайшла іще одна програма Це зроблено в Одесі І сьогодні я зібрала своїх друзів, саме тих людей, які приймали участь в наших передачах Це багато кого ще немає сьогодні, але сьогодні якби такий пробний проєкт І ми колись зберемося всі великою студією, всі ті, хто приймав участь, хто робив добро для Одесьчини, хто робив добро для України І всі ми зберемося разом А сьогодні, давайте, все ж таки, що ми зробили за цей рік? Звичайно, що найбільш серйозною, найбільш такою важкою темою у нас взагалі була медицина Нічого, я, будь ласка, я пройду, мабуть на російську мову, тому що для того, щоб нікого не обидати І первое, що ми розбирали, це все-таки проблеми медицины Потому що медицинська реформа, дуже багато змінений Ви прекрасно розумієте, що год у нас був такий, дуже тяжелий і трепетний Тому ми всі реформи, які були, ми тож участвували в них, в нашій програмі, плюс і минус І якщо вспомнить нашу частиць медицинську Вот, кстати, представитель этой медицинської нашої групи Сегодня у нас Татьяна Елесеева Причем, Татьяна Елесеева Причем, как раз Татьяна, она внесла новую, как раз новую такую часть В эту медицинскую программу нашу Потому що кинезіологія, це дуже интересно І на фоні всіх інших программ, які були, це було нове Я можу просто вспомнить нашого Олега Ізбаша, акушерогинеколога Кстати, він многое сделал, і у нього родилось достаточно багато дітей Просто тому, що він потрясаючий, настоящий, хороший врач Светлана Анищак, невролог І після її передач, дуже багато людей змінило свою життя Тоже к лучшему Олег Анищак, кардиофірург Прекрасний специалист, который тоже очень много добра сделал нашим людям Сергей Филиппов, ну это вообще у нас, как бы, это один из тех докторов, с которым мы работали еще с 2011 года Он всегда очень хорошо спешил прямо на студию, потому что он настолько позитивен, причем он врач, онколог, онколог, уролог Он настолько позитивный, что очень много людей, наверное, лечились просто потому, когда видели его, и просто потому, что он вот такой позитивный доктор Максим Гордейкин, прошу прощения, Максим Гордейкин, это дерматовенеролог Человек уникальный просто, интересный, и тоже столько людей потом приходило к нему и лечилось, из каких он лечил Тоже надо просто отдать должное этому В наших программах была Ирина Меуская, лор-врач, тоже изумительный доктор, который, то есть в наших, я горда тем, что на канале Медиа Информ и моей программе Плюс и Минус Всегда самые лучшие люди, одни из самых лучших людей города И это, ну действительно, это то, я считаю, что это наше достояние, я считаю, что это, ну так должно быть Так должно быть, а может быть еще лучше И последние программы медицинские у нас были с Марией Залогиной Киркелан, которая заставила таких наших людей прививаться Заставила наших людей правильно относиться к антибиотикам Тоже, ну, провизор молодой, тоже интересный И, Татьяна, ну я думаю, что вы должны несколько слов сказать вообще и о том, насколько вам было комфортно у нас И будете ли вы дальше вести эти программы? По поводу прошедшего года, я хочу сказать следующее, что одно из ярких событий – это знакомство с Ольгой Вадимовной Потому что для меня это вообще новый опыт, и я поняла, что есть где развиваться, стремиться и совершенствоваться По поводу здоровья я хочу сказать следующее, что все врачи всего мира, ну не то чтобы соревнуются, а вот пытаются поддержать человека Поддержать состояние здоровья, состояние баланса Если мы возьмем домино, то, к сожалению, одна доминошка падает, следующую толкает и так далее, и так далее, и так далее И одна небольшая маленькая дисфункция в итоге от долгого-долгого повторения может разрушить весь организм Ну и вот мне досталось такое счастье, что я могу, пытаюсь, могу, стараюсь найти вот эти вот дисфункции, которые еще не проявились К примеру, в дегенеративных изменениях ткани, еще не проявились до той степени, когда мы обращаемся к более серьезным специалистам И разговаривая с телом, найти, что его тревожит и что можно, как ему помочь и подсобить Вот, собственно, так В будущем хотела бы очень сильно рассказать о детях, о сколиозах, об осанках, о том, как разные факторы влияют на здоровье наших детей Как правильно ходить, как правильно дышать, ну вот, все в таком ключе Ну, я уверена в том, что вы не откажете мне четко по графику проводить такие вот этот ликбез для людей И восстанавливать, в общем-то, давать жизнь более такую качественную для людей А в наступающем новом году я всем хочу, нашим слушателям, друзьям собравшимся здесь, всем, всем, всем Хочу пожелать здоровья И опять же, что такое здоровье? Это баланс между эмоциями, биохимией, биомеханикой Чтобы все было в балансе и в гармонии Вот мое пожелание Я думаю, что это замечательно Вот, да Еще следующая, одна из таких тревожных частей нашей передачи в рубрике Это экология Наша экология Это сложнейший вопрос, который появился не просто так А мы уже давным-давно живем в возможностях изменения климата Причем климатические условия не на пользу И они цепляют не только просто нашу жизнь А каждый кусочек нашей жизни, которую мы проживаем И вопросы экологии, экологического воспитания Как раз освещала в нашей передаче У нас был Иван Русев, у нас в гостях был, это известный эколог И Юлия Терновая, которая вот сейчас у нас в гостях Она как раз проводила эти самые, тоже очень интересные передачи Она ездит уже по Украине Она решает очень много вопросов Все, что касается экологии Все, что касается обучения Причем это так, два направления Но, наверное, я не буду рассказывать сама об этих направлениях Потому что некоторые передачи вы смотрели Видели, как погибает наш Днестр Была передача очень серьезная Как спасать, это Днестр была передача Были еще другие передачи, те, которые касаются нашей жизни Потому что без воды, без чистого давкиля, как-то кажут Нема житя Юль, пожалуйста, вы напомните основные веки Потому что прямо сейчас, буквально недавно, несколько дней тому назад Вы были, по-моему, уже в Ивано-Франковске, уже там воевали Насколько так я помню Нет, ну слава богу, там не пришлось Не воевали? Ну, прозвучало, конечно, шикарно Ездят и решают экологические проблемы Конечно Если бы это было в моих силах Конечно, экологические проблемы Это такая, можно сказать, и наболевшая тема И часто очень употребляемая Знаете, год один ушел, наступил следующий И очень хочется просто в этом новом 2020 году Просто пожелать всем нам, всем людям Чтобы мы понимали, что же все-таки есть главной ценностью Главной ценностью есть жизнь Для того, чтобы эта жизнь наша продолжалась Должен быть нормальный воздух Должна быть обязательно вода Сейчас очень часто употребляют выражение одного из вождей Какого-то индейского племени О том, что пока не убьют последнюю птицу Пока не убьют, там, словят последнюю рыбу Люди не поймут, что нельзя есть деньги Это действительно очень такое правильное выражение Но сейчас довольно-таки часто его употребляют Знаете, просто мы, я считаю, что мы все должны достать Я бы хотела, мечтаю о том, чтобы мы стали чуть-чуть более экологически образованы И более сознательны И самое главное, неравнодушными нужно быть Потому что если мы слышим там, о, там где-то на Днестре застраиваются берега То жители Одессы не должны слушать Это просто какую-то информацию где-то со стороны Для Одесситова это ваша вода Это ее качество ухудшается, когда застраиваются берега на Днестре Когда застраивается Черноморское побережье Где-нибудь там жителям севера Украины тоже не должно быть все равно Потому что наше, это наше родное Черное море И оно очень может пострадать из-за того, что происходит сейчас на нем Поэтому просто мы должны быть неравнодушными И когда мы знаем, как сейчас упомянули об Иване Иерусеве Мы сейчас часто читаем, встречаем такую информацию Что в этом национальном парке Тузловские лиманы Который находится на юге нашей области Опять браконьеры нападают на инспекторов Опять избивают тех людей Нам опять-таки не должно быть все равно Потому что избивают тех людей, тех борцов Которые борются за наше море, за нашу природу Конечно, это может быть общая фраза Тяжело сказать, что вот давайте спасем мир Вот как сейчас такая девочка Грета Тунберг Ее часто вспоминают, вспоминают У нее есть предложение спасать мир Просто каждый человек на своем месте Хотя бы начинает с того, чтобы хотя бы экономить воду Хотя бы не давать просто так разливаться в воде Экономить свет Потому что сейчас мы зашли в такую стадию Когда нужно всем начинать экономить Это не вопрос денег, это вопрос жизни Беречь и экономить воду Беспокоиться и знать о ее качестве Требовать от соответствующих служб Потому что мы должны знать о качестве той воды Которую мы употребляем И, конечно же, как можно больше Сейчас очень здоровая, очень полезная такая акция Нужно сажать деревья Всем нужно сажать деревья Когда-то, помню, в Черногории мы слышали о том Что только тогда мужчина может позволить себе жениться Если он посадил там какое-то количество олив Сто оливьев Сто оливьев, да Какая хорошая мотивация Нужно придумать нам какую-то украинскую мотивацию Для того, чтобы все-таки как можно больше мы сажали деревья Я сейчас работаю в Нижнестровском национальном природном парке Я раньше в ваших передачах участвовала как общественный деятель Как просто человек, занимающийся экологическим воспитанием Сейчас я пытаюсь в Нижнестровском национальном природном парке Заниматься именно экологическим воспитанием населения Ну, что-то получается, что-то нет Но будем надеяться, как всегда, на лучшее Ну, я уверена, что с вашей энергией это 100% будет замечательно И нашему телезрителю могу сказать, что ждите тоже передачи Видите, как у нас У нас все наши нити, которые мы собираем в одну единую кочу Плюса и минуса Они дают результат Кстати, дают результат И, опять-таки, я могу гордиться просто нашим коллективом дружным Все, что мы делаем вместе, мы делаем для нашей Украины Я так считаю, правильно? Так, еще следующая тема Больная, проблемная, особенно сейчас Это аграрный вопрос Да? Как говорится, что аграрный вопрос это серьезнейший Наши аграрии всегда на передовой И в наших передачах очень часто Немножечко Василий Хмеленко У нас, как агроэксперт И не только агроэксперт У него еще есть другие направления серьезные Но мы с ним очень много объездили мест И, по сути, аграрная тематика Она мне тоже очень близка Не просто очень близка, это моя тематика И Василий Потом Слава Нериутский Сколько мы исколесили дорог Сколько мы исколесили Сколько мы помогали людям Для того, чтобы они растили настоящий хороший хлеб Ну, естественно, я не могу не вспомнить Николая Киселаря Это один из моих любимых вице-губернаторов Которого лучше вице-губернатора не было у нас Он часто приходит на передачи Он очень любит передачи И вот особенно сейчас, когда у нас началась эта проблема с рынком земли Когда мы говорим о моратории на землю Когда мы не можем разобраться Когда наши аграрии выходят на пикеты Вот это время сейчас, оно время, наверное, самое откровенное Вот сейчас будет решаться вопрос Точно так же, как медицина Точно так же, как экология Если мы не принимаем в этом участие Мы прячемся Мы прячемся И тогда мы теряем возможность Получить те блага, которые мы должны получать И, Василий, вы можете сказать Сколько всего И какие проблемы И будете ли вы тоже бороться за нашу землю? Ну, вы знаете, мне очень приятно Что в этой студии собрались такие прекрасные женщины И мы собираемся в этой студии И решаем те проблемы, которые влияют на сегодняшний день Лекарь лечит людей Граном лечит свят Потому что, если мы неправильно Граноми сделаем что-то с этим продуктом Ви бачите на столе То работа будет в лекарях Так что, нехай в лекарях будет меньше работы Лучше, нехай мы лучше будем працювать Экологи, действительно, нужно, чтобы они захистили Те, что мы сберели И я думаю, что мы разом должны понимать Что на сегодняшний день Мы должны спасать все разом Потому что, действительно, Граноми должны должны делать свою работу Политики свою А мы должны делать этот свят Кращим Людей добрейшими Повинні вложить свой труд В то, что мы должны И сделать так, чтобы всем жилось лучше Я думаю, что в этом году, действительно, мы сможем сделать так И реформы, которые идут, и все это будет сделано И будет сделано так, чтобы все было хорошо Потому что на сегодняшний день Украина – аграрная страна И без сельского господарства Життя в этой стране неможливо Так что, с Новым Роком, святом всех И я думаю, что у нас перспективы великие И мы будем працювать ради этого И будем встречаться с этой студией И решать эти негальные проблемы, которые будут На жаль, будут И нужно будет решать Ну, Василию, а как вы считаете, мы таки, переможем, а мы... А по-другому, быть не может Да Навіщо мы здесь живем, мы должны перемогать Да, аграрная проблема является аграрной проблемой Земля завжди была предметом, да? Да, разпрей серьезных Тому, ну, все ж таки, нам свое робить И нам жить в этом Завжди, завжди за землю боролись, воювали Но я думаю, что лучше, пускай это будет дипломатичная война Пускай это будет война на папере, чем война, где гинуть люди Тому я уверен, что політики, они на то політики, чтобы принимали мудрые решения Яки будут давать возможность принимать так, чтобы действительно все было сделано для людей В первую очередь для людей и для того, для их благополучия Так, таки, да И я так думаю, что саме, дейсно, для аграрьев прийшов час, как бы, час основной Тому, я думаю, что все повинні будуть теж саме перейматися цими проблемами Тому що аграрям треба допомогати, тому що вони повинні розуміти, що все ж таки є І з чим вони будуть залишатися в житті своєму Сьогодні немає представника однієї з рубрик нашої – це освіта і наука Ну, ви знаєте, все ж таки, так як сталося Володимир Немерцалов, який хотів дуже бути, він сьогодні не зміг проїхати Але дуже багато питань вирішували з проблемами школ, взагалі-то науки І я так думаю, що все ж таки в наступному році, в 2020 році ми продовжимо ці передачі, тому що реформу школи ми ще не торкалися І це, мабуть, це не наша провина, ми просто не встигали все ще зробити Тому я знаю, що це буде, і вітання свої я передаю і Володимиру Немерцалову, тому що він дуже, він друг нашої програми Він завжди відкликається на наші прохання приїхати, тому будь ласка, вітаю його просто в ефірі, вітаю і бажаю бачити у себе в студії Так, ну і якщо вже брати все наші части роботи, я вже одразу сказала, що в цьому році у мене Достаточно багато нових друзей появились, але ми просто дуже сильно дружилися з Алиною Маршал, і це для мене було нове, це для мене було інтересне Общення, тому що бути самим великим кепушникам для жінки просто для мене це було новості більшою І Алина сьогодні с нами, що правильно, і вперві вона з'явилася з десь, я навіть не помню, як ми починали нашу нашу встречу По-моєму, а, був у нас ще замечательний чоловік, який хотів сюди приїхати сьогодні, але він просто не змог Володя, Володя Петрушев, медовик, як ми його називаємо, він займається м'єдом, у нього настоячий м'єд, є система І вони случайно познакомилися з Алиною, наскільки так я понимаю, і потім так получилось, що ми вже потім, Алина прийшла ко мене на передачу І ця передача оказалась, ну, просто крайне інтересна, і ми продовжили наш цикл передач, і це називалося, це «Сделано в Одесі» І знання, я не обладала такими знаннями, тепер я вже знаю, я можу отрістить госпонг, капітанки, да? Рассказати ще багато історій? Оленька, я дуже рада нашому з тобою знакомству, я дуже рада, що це переросло в таку теплую дружбу Ми вже знакомі більше полутора років, і, наверное, більше років ми вже ведемо совместні передачи Хочу сказати, що за цей год у мене все кипить, все розвивається, і, несмотря на те, що, можливо, для когось покажеться, що це така небільша мануфактура У мене дуже багато розвитий, і дуже багато, що ще є розказати, дуже багато, що ще є показати В цьому году у мене дуже багато замечательних знакомств, і начинай от наших звезд Вот, і я дуже рада, що в цьому году господин президент узнав, що таке гоцманка, і як це робиться в Одесі, і як правильно її носити І я дуже рада, що я от сей Одесы вручала ему головной убор, якраз на його голову Вот, і, конечно, перспективах у мене дуже багато теж разных планів У мене фешн вики за границей, мене приглашають в итальянський дом моди Для того, щоб посмотреть на мою роботу То есть мне очень приятно то, що я хотела, і та ідея рознести кусочек Одесы по всему миру Вот, она йде, і, конечно, я дуже благодарна компанії Медиан Форум за те, що она теж є частиною Мої мисії, які несуть Одесу Показывають Одесу по всему миру І, конечно же, тому, що вашу передачу дуже багато смотрят І за границей, і мені звонять із-за границей Говоря, що смотрели по ютубу вашу передачу І як це зробити, як ми не знали І коли кажуть, що може бути лучшими Я кажу, ну, наверное, єдинственная В Одесі І, конечно же, Новий год – це такий сказочний праздник І хоча ми вже все виросли І вже ми все там не зайчики, не снежинки Але тем не менее Ми все ждем подарков І все ждем подарков І все хотим эту елочку І все хотим этого праздника І я хочу сказати, що чем старше ми становимся Тем подарки нам дарити Наверное, більше уже приятніше, чем получати їх Хотя, ну, наверное, от хороших подарков никто не откажется І, конечно же, сегодня В такі замечательні праздничні Наші новогодні все праздники Я хочу компанію Сюрприз? Да, у меня, как всегда Я не могу без сюрпризів Оленька, ви ж знаєте То есть я хочу руководству компанией «Медиаинформ» За… Вот голова у нас Ігорю Николаевичу Да, Ігорю Николаевичу За возможность вот этих передач За возможность поднимать, как бы, острые темы И очень острые, и такие, может быть, развлекательные, исторические, как мои Я хочу выразить большую благодарность И от всех одесситов, и от всех присутствующих, как бы, в студии И те, которые были здесь в студии И поэтому, конечно же, у нас, как бы, есть для него подарок Это, естественно, настоящая одесская кепка, как настоящему такому, как бы, морскому волку Вот, из крафтовой бумаги Вот такая вот, как бы, морская кепочка Для того, чтобы он носил, чувствовал себя настоящим одесситом Нес в массы красоту И чтобы всегда плюсов было больше, чем минусов Ну, это просто обязательно Вот такие вот подарки Потому что, все-таки, у нас Новый год Ну да, Новый год не может быть без подарков Новый год не может быть без подарков Я хочу пожелать Алина, сейчас Игоря Николаевича нет Я думаю, что замечательная девушка Моя милая блондинка Наша милая Наденька, которую мы все знаем за кулисами Да, вот для нашего Игоря Николаевича еще раз благодарность за такую прекрасную передачу За возможность нам быть здесь всем Для того, чтобы мы могли показать, что у нас делается в Одессе Какие у нас поднимаются проблемы и возможности их решения Спасибо большое Ну и с Новым годом Ну, у нас еще есть Как завершающая такая наша частичка нашего Плюса и минуса Это кулинарные вытребеньки Вот так мы называем рубрику Это тогда, когда мне становится очень грустно Тогда, когда я стервенело бросаю свою работу в институте И мчусь на студию, ругая руля И ругая всех вокруг водителей Потому что все плохие, только я одна хорошая И часто случаются так, что уступают Потому что на красный свет уже пошел Ну, а я же не могу остановиться Некогда Вот, так что не страшно И вот это как раз получилась у меня рубрика Тогда, когда я нервничала И, ну, сегодня здесь нет моих разносолов Сегодня нет того, что я люблю Допустим, медовик я не успела сделать Мазурку я не приготовила Но это знает уже вся Одесса Пошурованную рыбу Не, ну рыбу я честно Алина, рыба это ваша любовь Хорошо? Потому что рыбу я не могу Я ее люблю Ой, я могу Вот Вот, потому Сегодня вот на столе, кстати Обращайте внимание Но витербенник нет Но Присутствуют обязательно грибы А что такое грибы? Грибы это моя тема Грибы это моя одна из любимых тем, программ И я без этого существовать не могу Это кусочек моей жизни И когда я веду программу о грибах Вы все прекрасно знаете Я больше ни с кем веду эту передачу Потому что грибы на меня обидятся Если я начну приглашать гости Они мои гости Они мои друзья И вот они здесь присутствуют И вешенка Ну шампиньонок и шампиньонок Ну а вешенка Это в общем-то плод моей фантазии Плод моей любви к грибам Это здоровье Это та часть здоровья Которая необходима просто Ну остальное Замечательные мандарины Это то, что нужно есть здоровым людям И больным людям Ну это хороший продукт Здесь есть вкусные шоколадные конфеты Которые надо просто попробовать Ну естественно И маленькая крыса Маленькая крыса На этом таком вкусном Замечательном торте А почему сегодня крыса? Ну потому что год крысы приходит Правильно? Значит ее нам надо будет обязательно съесть Ну и я так понимаю Что всего тут самое главное есть Защита от кого? От вампиров Правильно Вот, то есть мы еще и защищены Ну и я так думаю Что сегодня мы должны завершить наш вечер Такой славный хороший вечер Выпьем детского шампанского Ну просто детского шампанского И наверное пригласим наших студийцев Просто даже для того Что мы этот как бы ушедший год Мы уже провели И давайте будем жить в новом В 2020 году Спасибо Спасибо Друзья Выходите Выходите Подходите И что-то мы здесь можем даже А, кстати у нас даже золотые монеты разбросаны Не хотелось именно Закусить грибочком Вы знаете Вы знаете Именно вешенкой можно закусывать Беру Вешенкой Свежей Да Это изумительный Для того Когда-то Врачи есть студия Можно закусывать Когда-то мы с Юлей были Могу рассказать еще такой маленький сюжет небольшой Мы Меня когда-то пригласили в Останкино Кто у нас там был этот? Лена Проклова и Малахов Малахов Да Они пригласили меня как специалиста Миколога Для того чтобы я побывала Рассказала там передачи Ну естественно я Мы поехали вместе с Юлей Она у меня была Моделью Вот Которая вылечилась Которая Которая вылечилась Грибами Нет, ну это правда Понимаете что там Самое удивительное что это была правда Да Это серьезно И так получилось что программа вроде была рассчитана Ну там Моя роль была такая небольшая значительно Но получилось так что всю передачу Я там Проговорила о грибах О рыжиках О веселке Обо всем Ну естественно о здоровье Которое в общем дают эти грибы Так что у нас и такая была история в Останкино Ну что ж Давайте поднимем бокалы Поднимем их разом Так Вот С Новым годом С Новым годом Пусть во всех домах будет мир Здоровье Любовь Обязательно Потому что без любви Со старым правда Новым годом Но ничего Чистая вода Свежий воздух Да Гармония Да Да И удачи Боже мой Всего И мир Прежде всего Да Счастья Все С Новым годом С Новым годом С Новым годом С Новым годом Я целом Я как не вала На дверны помзли зда ясна На весь свит засияла Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok